Анечка, добрый день! Здравствуйте, Роман! Скажи, пожалуйста, кем ты была по профессии и работала до того, как пришла в сетевую индустрию? Я работала работником по найму. Кем? Кто по профессии? Аппаратчик на заводе, рабочий. А что тебе привело в МЛМ бизнес? Муж? Муж просто привел, заставил, вперед работай. Серьезно? Да, почти так и было. Обычно муж в жизни не пускают, а твой муж привел тебя. Да, он хотел, чтобы я развивалась, чтобы я росла. И кормила семью? Нет, он просто тоже занимается бизнесом, ему понравился этот бизнес. Он искал инвестиции. Когда мы были работниками по найму, и в тот момент, когда он стал заниматься бизнесом, мы также поняли, что денег все равно не хватает. Независимо от того, где мы, по найму, либо в бизнесе денег нет. Он задумывался, как их сохранить, как их приумножить. И искал компанию, которую можно было бы начать собирать деньги с маленьких каких-то сумм, потому что большую сумму выдернуть из бизнеса невозможно. И искал именно эту возможность. Мы пришли как инвесторы изначально. А потом нам понравилась сама услуга, сама возможность помочь людям. Он знал мою слабость, мне хотелось помогать людям, я хотела быть психологом. И просто он на этом сыграл. Он показал мне возможность помогать людям именно в этой компании. Хорошо, но теперь твоя семья довольна доходом или не хватает? Довольно. Даже больше, чем. Вот так. А сколько ты времени уже вымыл? Полтора года. Полтора года. За полтора года какой суммы достиг твой месячный доход? Около трех тысяч евро. По сравнению с маленьким городом работника по найму, это очень большая зарплата. Для любого работника даже в большом городе три тысячи евро это достойные деньги. А сразу ли у тебя все получилось? Ну конечно же нет. Долго сама принимала решение именно поменять в этой сфере, в эту сферу пойти работать, делать бизнес. У меня был просто первый опыт с МЛМ в товарном бизнесе. Первые три отказа меня выбили из колеи. Я навсегда осталась просто пользователем в МЛМ бизнесе. Больше не планировала свою жизнь связывать с этим бизнесом. И как же ты решила все-таки снова войти в МЛМ бизнес? Мне действительно очень понравились услуги. Мне действительно очень нравится помогать людям. Наши услуги они социально направленные и я могу помочь своему окружению, помочь в своем городе людям. И даже в другом городе у меня уже есть. Хорошо. А к твоему окружению? Как твое окружение ближайшее? Ну я так понял самый близкий муж, он тебя сюда наоборот рекомендовал. А вот друзья как отнеслись к тому, что ты занимаешься сетевым бизнесом? Ну большинство, особенно на кого мы рассчитывали изначально, конечно же, отнеслось очень плохо. То есть они нас отговаривали, они все время переживали за наши деньги, причем даже больше, чем мы. И многие из них приходят к нам вот почти через полтора года, сейчас уже начинают поддерживать. Но кто-то до сих пор нас не поддерживает. Хорошо. А как ты справилась с трудностями, которые у тебя наверняка были? Были трудности, были отказы очень такие серьезные, которые меня выбивали буквально даже на три месяца из колеи. Я уже больше не то что не работала, я не могла переступить через себя и пойти дальше к людям. Потому что это были люди близкие, были люди очень для меня важные. Ну на самом деле, если ты хочешь добиться результата, то иногда нужно и через себя переступать, через свои страхи переступать, через свое самолюбие переступать. И я поняла, что мои услуги нужны другим людям. Не всем, но многим они нужны. И как ты вытаскивала себя из этого кризиса? То есть как мотивировала себя, когда было трудно? Мне очень помогают наши руководители. Меня всегда поддерживает муж, помогает мама. И, конечно, очень сильно мотивируют наши международные семинары. Они всегда, когда ты начинаешь уже гаснуть, может быть, в какой-то момент, они нас зажигают. Мы здесь делимся постоянно эмоциями, положительными. Мы видим результаты других людей. И такие вот видео наших лидеров, которые подсказывают, помогают, которые показывают, что они шли таким же путем, как и мы. Это очень-очень помогает. А какие твои цели на ближайший год или до конца этого года? Я планирую выйти на месячный доход в 20 тысяч евро. Прекрасная. Прекрасная планка и прекрасная цель. А сама уверена в этом, уверена в том, что в карьере MLM это возможно достичь? Да, я знаю таких людей, которые зарабатывают уже в нашем бизнесе эти деньги. Анечка, подскажи, пожалуйста, а как ты выстраиваешь свой рабочий день? Мы вместе с мужем занимаемся. У меня офис открыт в моем городе. Мы планируем с вечера, чем мы будем заниматься, какие у нас будут мероприятия проходить, какие-то, может быть, уже встречи у меня назначены на следующий день. И планируем с вечера. Днем мы начинаем те задачи, которые мы запланировали. Проводим встречи, консультируем людей, планируем наши семинары. А выезжать приходится куда-нибудь? Да, мы очень часто выезжаем по разным городам. У меня уже структура в разных городах. А вообще как к семье относятся? Муж отпускает другие города? Мы ездим вместе с мужем и даже вместе с нашим четырехлетним ребенком. Она очень часто ездит с нами, знает все города уже наизусть. Всю географию, можно сказать, России. И даже за границей уже была несколько раз. Благодаря именно сетевому маркетингу. Не жалеешь, что вообще связала свою жизнь с самым бизнесом? Абсолютно не жалею. Помимо финансового благополучия, эта компания несет личностный рост, помогает развиваться, а не деградировать. И действительно, я очень заметила, насколько я выросла. И мое окружение это заметило. И я очень благодарна вам, Роман Викторович. Анечка, спасибо тебе за твой опыт, за то, что поделилась с нами. Я желаю тебе большого успеха, благополучия, любви в твоей семье и достатка вообще в твоем семейном очаге. Спасибо тебе. Спасибо. Продолжение следует...